Привет! У нас еженедельный обзор рынка. Напоминаю, что для новых подписчиков я даю бесплатно пробную неделю доступа к своему премиум-каналу, где я публикую идеи, где я оперативно отвечаю в чате на ваши вопросы. Ссылочки все будут внизу в описании. Значит, давайте начнем с индекса S&P 500. Неделя у нас цена в боковике, но, в принципе, она у нас в боковике движется с самого начала апреля уже полтора месяца. Мы находимся в таком вот рендже большом, и движения, в принципе, никуда никакого нет. Если мы на часовике посмотрим, то у нас здесь конкретно вытряхивание идет людей. То есть у нас идет движение вверх-вниз, вверх-вниз, на больших объемах, частично проскакивают большие бары. И я бы больше сказал, что здесь активность на продажах такая более серьезная. То есть у нас движения вниз, они сопровождаются увеличением объемов. То есть давайте посмотрим в рамках этого ренджа. Значит у нас вот движение, вот у нас объем увеличенный. Опять у нас смотрим, где увеличены объемы. То есть вот здесь опять начинают проскакивать увеличенные объемы, и это все заканчивается движением вниз. То есть какие-то задерги есть, но в основном, в большинстве своем, они все у нас повышены объемы на продажах. Я бы сказал, что здесь идет какое-то накопление позиций. То есть, соответственно, если у нас объемы наибольшие на продажах, то, соответственно, набирается более большое количество шартов, я бы сказал. То есть по факту мы потом увидим, будет ли реализация этого боковика через верх. То есть я не знаю, никто не знает, будет ли манипуляция с выходом сначала вверх, а потом вниз. То есть тоже пока прогнозировать я пока не могу. То есть опять же видим все движения на продажах. То есть все волны роста у нас идут на маленьких объемах. То есть здесь также волны роста, они не сопровождались какими-то большими объемами. Далее давайте смотреть более крупный таймфрейм. Значит, на дневке у нас ожидали мы движения вниз к тесту вот этого пробоя. Ну, как бы тут за 5 дней мы к нему и не подошли. То есть также мы здесь, в принципе, и находимся. Также сюда и ожидаем. У нас активизировался немножко продавец в пятницу, хотя какого-то прогресса у него я не вижу вообще пока что. То есть все покажет нам в следующей неделе. И на индексе NASDAQ это более хорошо видно. То есть пока что этот план я оставляю, и его будут придерживаться по S&P. По NASDAQ мы опять сделали перехай. То есть у нас техи выглядят намного сильнее рынка в последнее время. Но я бы не обольщался по этому поводу. Потому что пробои здесь очень слабые. То есть если мы видим, как здесь пробиваются вершины, то последний пробой совсем уже слабенький. И у нас в пятницу закрылись мы такими хорошими продажами. То есть на большом объеме мы поглотили бар предыдущего дня, хотя у него был объем на покупках больше. То есть здесь есть такой намек на хорошенький, я бы сказал, шорт. Нам нужно здесь пробить, в этой ситуации нужно пробить вот этот уровень, закрепиться под ним, и уже тогда мы можем рассчитывать на такое уже достаточно большое движение вниз хорошее. Опять же ближайшей целью будет уровень вот этого старшего пробоя. Это 12900. Вот пока что план вот такой у нас будет на следующей неделе. Это индекс NASDAQ. Давайте далее посмотрим. Индекс московской биржи. Значит, был план, что мы дойдем до вот этого уровня и от него отскочим. Как бы так у нас и пока и получилось. Значит, это у нас уровень вот этого пробоя. Если мы будем смотреть фьючерс. Так, сейчас давайте перенесем. Этот уровень. Вот он, это уровень этого пробоя. От него пошли у нас покупки такие достаточно активные. Опять же, смотрите, как выросли объемы. И последний бар у нас, который был вчерашний, дневной, он у нас на очень большом объеме. И мы находимся в зоне продаж. Соответственно, я это расцениваю как продажи. Они, конечно, не особо эффективные. Но, тем не менее, реакция есть. Я рассчитываю на продолжение движения вниз. Если мы посмотрим на спот, то мы увидим, что здесь такая картинка немножечко другая. То есть, у нас здесь есть четкий импульс вообще. И откат. То есть, откат одним баром с гэпом. Ну, и я ожидаю продолжения движения вниз. То есть, с текущих значений. Опять же, там огромную толпу собрали. По-моему, в четверг был у нас по объемам второй день по размерам объемов вообще торгов на московской бирже за 23 год. Первый день это был, когда одобрили дивиденды Сбербанка. И, соответственно, второй день это вот, когда у нас была отсечка Сбербанка. И все ломанулись его опять скупать. Дальше мы посмотрим его попозже. Так, значит, здесь далее индекс РТС у нас продолжает движение. Опять же, в боковике, как я говорил, ничего тут я не вижу особо интересного. То есть, я считаю его не торговым. Опять у нас мы подошли к этой верхней границе канала, отбились от нее, пришли на середину. Ну, наверное, сейчас к нижней границе сходим. Ну, также, скорее всего, и продолжится движение в таком неком боковике. Причем, посмотрите, какие объемы на продажах очень большие по РТСу. РТС считается наиболее торгуемым инструментом на московской бирже, спекулятивным. У крупных вообще трейдеров, то есть, у крупных игроков, которые занимаются спекуляцией на бирже, РТС это основной инструмент. То есть, наиболее ликвидный. Поэтому здесь, скорее всего, мы будем ориентироваться на него. Далее. Здесь у нас, значит, мы решили, что здесь продолжится боковик, скорее всего. Давайте далее мы перейдем на нефтегаз. Нефть у нас закончила, я считаю, волну B. Мы пришли на тест спринга. То есть, вот здесь вот был разворот. Мы пришли на этот тест. И дальше я ожидаю движение, опять же, продолжение движения вниз. То есть, один это будет два, три, четыре, пять. Конечная цель, диапазон 50-60 широкий. И там опять выделить какой-то зоны покупок нельзя по объему. То есть, там такая достаточно это время была тоже смешанная такая ситуация. То есть, план у нас тот же мы придерживаемся. Только у нас формат поменялся на тройной зигзаг теперь. То есть, ввиду того, что здесь вот треугольник этот был перебит. То есть, разметка поменялась, но план от этого не изменился глобальный. Далее у нас газ. Все здесь в газе тихо и спокойно. Объемчики, заметьте, на покупках подросли. Но это не значит, что у нас не свозят выше. Я считаю это каким-то неким предварительным накоплением. И этот сценарий, который у меня нарисован, который больше недели. То есть, я придерживаюсь того, что мы по нему будем двигаться по этому сценарию. То есть, пока что цена будет в боковике. И далее мы увидим выход вниз с этого боковика. Далее. Золото. Золото. Опять же, сделали еще раз манипуляцию. Я ждал, что мы двинемся хотя бы к тесту вот этого аптраста. Вот нарисованная линия у меня была в прошлый раз. Но сделали опять еще одну манипуляцию. Уже в этот раз ее вот здесь оттестировали и пошли вниз. Теперь у меня цель ближайшая. И теперь у нас это пробой вот этого уровня. То есть, 1959. И от него уже будем смотреть возобновление. Если оно здесь будет слабенькое, то мы пойдем по этой старшей цели к уровням 1800 запросто. Так. Серебро. У нас здесь также прошла манипуляция. И на серебре посмотреть, какие объемчики зарядили на продажах. Причем вниз чрисуется четкий импульс. То есть, будем продерживаться того же плана с движением в район 21, я думаю. Так. Далее. Биткоин. Были такие неплохие продажи на этой неделе по биткоину. Значит, прошла информация, что это США, значит, конфискованные биткоины продают в рынок. То есть, они это делают так агрессивно на самом деле. И неплохо так пролили. Тут он, по-моему, процентов на 5, что ли. Вот. Значит, что у нас здесь есть. У нас был AppTrust, мы его протестировали. Ну, как бы мы движемся вот к этой цели. То есть, опять, объемов каких-то я здесь не вижу. Сверхколоссальных. То есть, объемы здесь были все на покупках. Опять же, если здесь вот этот уровень 25-300 не устоит, то мы, как бы, пойдем по этому сценарию. То есть, сценарий вот позапрошлый и вот этот прошлый. Красненький, позапрошлый, желтый. То есть, ничего не поменялось. Также я ожидаю здесь движение в рамках последней волны вниз. Так. С этим мы разобрались. Далее у нас еще валюты есть. Что-то я пропустил в этот раз. Значит, у нас здесь, пока мы, значит, ожидаем движение в рамках волны В. То есть, я говорил, здесь сценариев несколько. То есть, здесь пока мы ожидаем, скорее всего, движение в рамках волны В. Ввиду вот этих покупок в последний день. То есть, это у нас будет развитие на двух фрактальностях. 1, 2. 1, 2. Сейчас будет. 3, 4, 5. Это закончится. 3, 4, 5. Это А, Б, С. Возможно, вот такой сценарий будет здесь. То есть, пока будем придерживаться, что у нас индекс доллара будет расти. Доллар-рубль. У нас, значит, завершилась волна А. Значит, я предполагал, что она закончилась вот здесь. Волна А. И что вот эта маленькая, это Б. Вот так вот у меня до этого было. Значит, вот такая разметка. Я сейчас, значит, ввиду того, что у нас здесь вниз отрисовался последний импульс, и теперь это больше похоже все на вот такую структуру импульсную. Я больше склоняюсь теперь к тому, что волна А только сейчас закончилась и будет формироваться Б. В каком формате и сколько времени она продлится, я не знаю. Но цели ее, давайте мы можем накинуть сетку ФИБА и посмотреть. Значит, первая цель у нее, это как раз вот этот уровень пробоя 79.35. И самое далекое, что мы можем уйти, это потестировать вот этот вот, вот эти вот последние большие объемы. Вот здесь вот это будет у нас уровень 0.618 по ФИБА. Это где-то вот здесь вот будет. Так, что я закосячил. Где-то вот здесь вот это будет. Это уровень 80-80, а не вполне можем туда избегать и оттуда уже двинуть вниз на 72. Далее у нас акции по запросам. Давайте сейчас поразбираем. Полчасика, я думаю, штучек 20-30. Так, быстренько. Аэрофлот. Так, аэрофлот у нас вместе со всеми его откупили. Значит, продерживаюсь я плана, что первая волна здесь все-таки у нас закончилась. Было унивение в пятой маленькой волне. Давайте мы на дневке перейдем. У меня пока вот такой сценарий с движением в рамках волны 2. Цели волны 2 сейчас обозначим. Вообще не знаю, кто откупает аэрофлот. Это фундаментально ужасная компания в плане того, что сейчас она в очень плохих условиях находится и живет за счет государственных дотаций. Больше ничего. Ничего интересного там фундаментально нет. Значит, будем придерживаться плана с движением вот сюда. в уровень 31, примерно 30-32, наверное, сюда в эти диапазоны. Можем вот здесь вот еще цель отметить промежуточную. И вот здесь. Ну, у нас ближайшая, последняя зона покупок, нормальная, большая. Она у нас находится на уровне как раз 30. Ну, вот давайте вот эти вот три уровня пробоя отметим, как потенциальный цель для снижения. То есть, у нас прошел импульс вниз, сейчас откат вверх, волна B, и у нас еще будет снижение вниз C. Так, далее. Аллаген. Последний план, вот этот мой, который, значит, здесь реализовался. Отрисовали пока что импульс. Пока это похоже на импульс. У нас вырос объемчик. То есть, если до этого, пока вот этого бара большого не было, мы делали вывод, что, скорее всего, на перелой идем. То есть, сейчас у нас появились новые данные. Есть вот этот опорный бар большой. И если он выживет, то есть потенциал сходить у нас повыше, прям совсем хорошо. То есть, если мы сейчас где-то скатимся в этот опорничек к уровню 5-5, 5,5, куда-то вот сюда, вот если мы сейчас скатимся и отсюда увидим возобновление покупок, то вполне возможно мы сможем до следующей зоны добежать. Это уровень у нас 8 примерно. То есть, сюда вот, вот к этому уже тесту вот этого пробоя. Вот это мы уберем. Вот к тесту вот этого пробоя мы можем двинуть. То есть, пока мы будем двигаться медленно вот в этот опорник, если с него будет реакция, то можем стрельнуть и на 8 запросто. Опять же, если здесь возобновляемость не будет, и его этот опорник съедят, последняя точка поддержки ланга, ну, наверное, я думаю, это вот этот опорник, самый последний. Это если мы ниже 5 уйдем, то уже очень велика вероятность пойти нам на обновление минимумов. Так. Алроса. Алроса, по-моему, я 2 недели назад смотрел. Ничего тут не поменялось. Она еще, кстати, сейчас выглядит хуже рынка. То есть, у нас есть заходной импульс вниз, откат. Это 2, еще будет 3, 4, 5. То есть, плана вот этого я буду придерживаться. То есть, продолжением снижения. АМД. АМД у нас хайпанули на, по-моему, какой-то новости на этой неделе. То есть, я ожидал продолжения маленькой волны B и продолжения вниз в рамках волны C. Но B у нас здесь продолжилась. Причем так очень так основательно. И здесь не исключено, что мы увидим перехай. То есть, возможно, мы увидим здесь еще перехай. И только потом вниз. Это запасной вариант. Основной сценарий это продолжение в рамках волны C в старшей 2. Тут все зависит, скорее всего, от рынка. То есть, если рынок у нас продолжит по индексу NASDAQ двигаться вниз, то мы, в принципе, тогда мы и увидим продолжение в рамках волны C. То есть, здесь пока сказать что-то точное я не могу. То есть, тем не менее, здесь и выросли объемы на покупках. Но мы с вами уже до этого много раз это видели. Что здесь эти объемчики так легко съедаются. То есть, на последних местах. Так. Банк СПБ. Он у нас выплатил дивиденды. И давайте посмотрим. Что это вообще у нас как выглядит-то. Так. По-моему, я цели по нему здесь где-то и ставил. Давайте мы предположим, что это закончилось. Волна 1 в формате начального диагональника. То есть, других у меня вариантов нет. И сейчас формируется волна 2. Так. Цели волны 2 у нас будут. 100. Может ли он так сложиться? Может. Почему нет? Ничего удивительного тут. То есть, у нас сейчас вниз волна А прошла. Сейчас какая-то будет Б. И еще мы сходим на 100. То есть, ничего здесь удивительного, в принципе, и не будет. Этот тест вот этого уровня пробоя. Ну, или, наверное, вот этого. То есть, нам понимать, что то, что выросло в 2 раза за 2 месяца, оно может так же и сложиться. И не думать, что вагоны будут расти тоже постоянно на российском рынке. И всякие компании, которых ничего нет. Ни активов, ни деятельности, ничего. То есть, таких компаний тоже много. И тем не менее, они растут как сумасшедшие. Дальше. Здесь у нас московский кредитный. У нас тут неплохую такую шпильку кинули. Пришли мы к целям? Нет, не пришли. То есть, дальше я будем ожидать продолжения снижения. То есть, вот сюда, к уровню 5,5 в волне 2. Далее. Северсталь. Северсталь у нас к первой цели мы пришли. Значит, указаны ранее. К первой цели мы пришли. И у нас импульс-то даже не сформировался еще полностью. То есть, раз, два, три. Сейчас только четвертый, пятая волна будет вот здесь. Потом будет откат B. И потом снижение в рамках волны C. Так. Далее. Совкомфлот. У нас Совкомфлот отрисовал пока тройку. Следовательно, это у нас будет... Так как это коррекция. Это у нас будет W. Это будет X. И сейчас ожидаем движения в рамках волны Y. Точка отмены здесь ее в принципе нет. Только обновление максимума. То есть, мы можем еще чуть-чуть попилиться здесь. В X. Но дальше мы все равно поедем вниз. Цели здесь у нас это уровень, скорее всего, вот этот поглубже. Это уровень 40-45. Где-то здесь. То есть, опять же, наверное, куда-то вот мы на уровень пробоя придем. То есть, куда-то сюда. Норникель. Закончил, значит, свой импульс вниз. Это волна A. Далее у нас сейчас формируется волна B в боковике. То есть, может быть, задерг будет еще вверх. Я не знаю. То есть, здесь такие достаточно очень хорошие такие объемы на продажах. Посмотрите, какой опорный бар. Покупатель хоть и прикладывает усилия в зоне, вот этой вот зоне покупок, он безрезультатный. То есть, никуда цена не движется. То есть, мы видим, что вот эта зона покупок, она уже такая достаточно ослабленная. То есть, было у нас попытки возобновиться раз, два, три, четыре. Это пятая попытка. И мы с нее сейчас, я думаю, поедем вниз. Ближайшая цель у нас будет это 0. Вот здесь тест спринга на 13.284. Далее, Иркут. Так, что это такое вообще? Так, давайте посмотрим. Старшие разметки. Ой, какой ужас. Так. Либо это движение в рамках волны 3, либо это продолжение волны 2. Ну, наверное, это все-таки движение в рамках волны 3. И это у нас раз, два. И сейчас закончился импульс. Сейчас опять у нас здесь сформировался раз, два. Давайте разметки поставим, чтобы понятно было в следующий раз. Так. Это все один, два. И это старшие три. Так. Цели у нее будут. Так. Цели у нее будут у этой волны 150. Минимальная. И здесь, значит, сейчас мы поменяем. И здесь у нас опять же формируется 1, 2, 3, 4, 5. Только помладшая волна. Так. У нее цель. 133. Четко здесь попало все. Так. Вот таким образом. И сейчас у нас формируется третья волна, в которой формируется 1, 2. То есть у нас есть импульс вверх. Еще будет откат. Сюда 2, 3, 4, 5. Это будет 3, 4, потом 5. Вот таким образом. То есть нам надо ждать здесь откат в рамках волны 2. Еще младше. Значит, до каких значений? Сейчас давайте мы прикинем. До, хотя бы до уровня 0,5. Это 50. То есть хотя бы на 50 нам надо сходить. Скорее всего на тест вот этого пробоя. Вот сюда. 50, 52. Да, куда-то сюда сходить. 51. Так. Далее. Казань, Орксинтез. Я ждал, что она закончилась. Пятая. Она не закончилась. И опять же, есть хвост продаж. Ну, давайте тогда ждать пока что движение вот сюда. На 691 на тест. Дальше уже посмотрим. Если будет слабенько, то пойдем вниз. Вообще здесь у меня, по моим подсчетам, должен был закончиться здесь импульс. То есть уже все. То есть пока жду я здесь продолжение вниз. Так. Лайф. У нас здесь импульс. Здесь формируется четвертая волна, предположительно. Может быть и уже и вторая старшая. То есть тут вариантов несколько есть на самом деле. Ожидаем волну B. Скорее всего, волна B уже закончилась. То есть будем действовать по вот этому плану. Здесь мы протестировали аптраст. Пошла реакция. И ожидаем движение вниз в диапазон треугольника. Где-то примерно к 6. То есть вот сюда. Далее магнитогорский. Так. Здесь у нас волна C формируется. Значит в каком формате? Это у нас 1, 2. Сейчас формируется в волне C волна 2. Значит потом будет 3, 4, 5. То есть такого же плана мы и будем придерживаться. Растянется до двойного зигзага или нет, я не знаю пока. То есть может быть это, опять же, это не АБЦ. Это может быть это только 1, 2, 3, 4, 5. Может быть вот так вот мы увидим. Это будет заходной МДТ. Потом вторая волна B. Потом только C. То есть тут вариантов много. Но глобально я здесь предполагаю, мы увидим движение все-таки вниз. Далее. Мосбиржа у нас такие тут первые, это интересные конечно. В принципе я бы сказал, что она в боковике движется уже с марта 2 месяца. Да. Как-то тут ловить что-то нечего. На самом деле возобновляемость, покупка слабая. То есть тесты пробоя. Я жду так же вниз. Так же вниз. Цели вот здесь в ней. 90. 97. С учетом дивидендов я думаю она все равно туда доползет. Там сколько? Рублей 7 по-моему. Нет, наверное 4 или 5 рублей. То есть эти 5 рублей и в итоге это все равно она вниз до целей своих коррекций должна доползти. Цели те же пока остались. МТС у нас здесь по плану сделали перехай. Значит мы здесь потестировали пробой, сделали перехай и вниз пока мы еще не поедем. Я думаю если спокойно все будет на рынке, то мы сделаем обновление вот этого максимума. Из каких-то повальных прям продаж не будет. То есть мы видим, что как бы и в целом он не особо реагирует на информационный фон, который был на прошлой неделе. То есть продаж-то в принципе и не было. То есть мы видим здесь, скорее всего видим вот мы здесь продолжение роста и здесь уже будет у нас манипуляция максимумов и только потом движение вниз. Далее. Озон. Озон. Снижение завершил с тройкой. Мне это не особо нравится. Поэтому я предполагаю, что у нас это все будет только W. То есть мы войдем в формате двойного зигзага. Сейчас формируется X и еще будет у нас Y. То есть опять это будет ABC. То есть и коррекция может у нас до 1000 закончиться где-то здесь в районе 1200-1300. То есть может быть здесь опять может быть еще один зигзаг. Только потом. То есть коррекция будет скорее всего здесь будет очень долгая, потому что так она неохотно падает, как в принципе и росла до этого бумага. Вот я предполагаю, что здесь будет какая-то скорее всего длинная протяженная коррекция. То есть она может на полгода здесь растянуться. Пока идей на лонг я здесь точно не вижу. Так. Полюс. Прошлый план был у нас отсюда, что мы сходим пониже. Здесь я его переделал. Значит, на две недели назад. Здесь как бы так рисовал я боковичок, что продолжится, но он и продолжается. То есть у меня такой же здесь план остается. Что здесь продолжится боковик. Ну, выход вот здесь вот на перехае уже был и разворот. То есть не исключено, что ну вот на этом уже третьего она закончилась. Вот она закончилась. Мы пошли сейчас в четвертую. Пока хотя бы вот сюда на тест этого пробоя на 9820. Так. Далее позитив. Значит, мы пришли на тест пробоя. От него пошло возобновление. Значит, поросли мы, скорее всего, на фоне того, что у нас, по-моему, рост с оффлайн. Неделю назад как раз очень так сильно. Опять же, здесь я не вижу возобновления покупок хорошего. Но и продаж здесь тоже нет. То есть я склоняюсь к тому, что здесь 50 на 50. То есть обновим мы вот эту максимуму в третьей волне. Либо третья волна уже здесь закончилась. То есть здесь четко сказать нельзя. То есть не всегда в любой точке рынка можно сказать, куда пойдет цена. То есть здесь, я не знаю, будет обновление максимумов или не будет. Но волна 4-то, я думаю, явно не закончилась еще. То есть мы увидим куда-то все равно. Либо сейчас, либо после перехая мы увидим движение в район 1500-1550 все равно. Так. Ну давайте еще поразбираем минут 10. Фото лапс. Что это такое? А, вот я, значит, рисовал 5 волн вверх. Ну как бы вот они 5 волн эти и закончились. Нормальный ли это импульс? Да ну нет, не нормальный. То есть все это какой-то... Какая-то ерунда все это. И ничем тут не увидим. Тем более у нас здесь такие объемы на продажах заряжают. Вот здесь. Дальше вот здесь тоже объемчики большие. Давайте я... Я думаю, мы дальше вниз на перелой. Тем более есть куда падать. Цена тут еще 30 долларов. Ну может здесь вот от нечего делать, трендовую нарисовать. Я тут ничего пока другого не вижу. Что-то по волнам тоже не особо понятно. Я думаю, дальше вниз. То есть я здесь не вижу каких-то явных покупок. Вот. Будем дальше ждать вниз. Русолова. Пришли мы в этот диапазон, про который я говорил давно еще. Наверное, вот здесь вот. Да. Еще, наверное, два месяца назад. Опять возобновляемся? Плохая. Ну нет возобновляемости покупок. Ну и все. Дальше вниз поехали. К тесту спринга вот этого. Вот этого. А дальше будет видно. А дальше посмотрим. Ростелеком. Ростелеком. Так. Здесь у нас рисуется импульс вниз. Причем вот эта волна 4, она может и продолжиться. Может ее до сюда дойти. То есть я просто вот считаю это не торговой бумагой. Если мы поговорим про теханализ. Ну не торговая это бумага. То есть на ней не работают. Не опорники. Ничего. То есть. Они все съедаются. Ничего не работает. Давайте ждать вот сюда пока. То есть вот так вот быстренько. На 62 пока спуск. Вместе с рынком. А дальше посмотрим. То есть пока тоже прогнозов делать тут я не буду никаких. Ну вот сюда еще давайте следующая цель вот здесь у нас будет. В чем бы нет. Каких-то явных импульсов я тут не вижу. Которые там к росту могут привести. Ничего пока не наблюдаю. Далее у нас здесь русал. Слабое возобновление покупателя. Кстати можно на шорт отторговать. Стоп вот здесь не поставить. С текущих на шорт на перелой поставить. Я думаю его ушатают. То есть у нас здесь. Если это волна С. То это у нас 1, 2 сформировалось. Потом будет 3, 4, 5. Далее. Сегежа. Здесь у нас. Опять же то же самое. Как и. Я бы сказал как в русале здесь. 1, 2, 3, 4, 5. И поехали. Так. Банк СПБ. Нет это СПБ биржи. Так. А что тут смотреть. Здесь. Пока у нас. Прогноз на волну С. Здесь. Я бы не сказал что здесь. Здесь возобновляемость страдает. Вот что. Мы в зоне покупок. И здесь страдает возобновляемость. То есть я думаю здесь. Здесь съедят этот опорник. Ну или как минимум. Вот эти все. Низы. Вот манипулируют. Все отсюда. Возможно. Мы стрельнем в третью. Не знаю. Или в ц. Не знаю. То есть пока ждать. Минимум. движение в глубину вот этого опорника. Я думаю где-то вот сюда к 130. Татнефть. Татнефть. Закончила свой здесь импульс. И я здесь жду еще одну волну вниз. Это будет А, Б, С. Там по-моему что-то с дивидендами тоже. Гэпы здесь дивидендные. И в это все как раз и уложится. Дальше. Тинькофф. Продолжается здесь. Это значит у нас Х. И у нас мы ожидаем волну Y. Все здесь то же самое. Ничего не поменялось за две недели. Ожидаю здесь движение в рамках волны Y вниз. Опять же мы видим здесь сейчас. Импульс вниз. Откат со слабым возобновлением покупок. Вот здесь. На тесте пробоя. Соответственно это приведет нас к движению вниз. Дальше. Всеми любимые вагоны. Значит здесь у нас волна А закончилась. Сейчас сформируется B. Может быть B еще задернут немножко вверх. Но потом дальше мы поедем вниз. Цель это 120. И минимальная цель. Какая в принципе я считаю вполне реальная. Это 70. Как росли так и упадем. Почему бы нет. То есть пока ориентируемся на 120. Если здесь не будет возобновляемости. То точно мы на 70 полетим. вниз вот этого треугольника. В нижний диапазон. Яндекс. Продолжается здесь боковик. Здесь я по-моему в прошлый раз тоже смотрел. Здесь также 1.2. И поехали мы вниз. То есть вот мы на тесте пробоя. Здесь сделали не тест пробоя. А сделали аптраст. И мы сейчас его протестировали. То есть вот так вот. И пойдем сейчас вниз в рамках волны Y. Почему бы нет. И последняя бумага на сегодня. Это зум. Значит у нас здесь был треугольник. Я его показывал. С него прошел выход. Е такая маленькая здесь. С него прошел выход. Но я думаю что это не конец движения. То есть это только 1.2. Это будет 1.2. 3.4.5. Увидим мы зум по 40. Я думаю. По 30. По 40. Как увидим запросто. Только потом увидим движение вверх. В диапазон опять же этого треугольника. И на этом наверное все. Напоминаю что я даю неделю бесплатного доступа к премиум каналу. Для всех новых подписчиков. Ссылочка будет внизу на активацию этой подписки. У меня на этом все. Всем спасибо. Пока.